Дорогие друзья, рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях Александра Георгиевна Белова, поэт из Димитровграда. Александра Георгиевна – дочь фронтовика. Она родилась в 1944 году на берегах Енисея в многодетной семье. И можно сказать, что вехи ее судьбы совпали с вехами послевоенной истории нашей страны и очень многое вместили. В феврале 2020 года были названы имена новых лауреатов Благовской премии. И одним из лауреатов стала Александра Георгиевна Белова. Мы поздравляем ее с этой высокой оценкой ее творческого труда и рады приветствовать сегодня в нашей программе. Предлагаем вам, дорогие слушатели, познакомиться с творчеством Александры Беловой. Здравствуйте, дорогие друзья! Я появилась в Ульяновске по поводу выхода моей книги в свет, которая называется «Навсегда мне Россия дана». Эта книга небольшая, но здесь вошло все, что я считаю лучшим в моей поэзии. И помогала мне выпустить эту книгу, чтобы ошибок в ней не было. Раиса Ршатовна, наш сегодняшний руководитель писательской организации «Слово» Димитровградий. Я когда-то руководила семь лет этой организацией. И провели мы много мероприятий. В частности, у нас прозвучали по области и вне, в Лопатинские чтения. Это в замечательном местечке Лопата, которое находится между холмов и выходит к Волге. Там собирались наши друзья, в том числе ульяновцы. Приезжали даже из Москвы, из Красноярска. И до сих пор пишут, когда же у вас снова будут Лопатинские чтения. Это мы перед юбилеем Гончарова провели четыре чтения, вот таких Лопатинских. Начала я заниматься литературой. Как бы где-то я вычитала, что когда мать вынашивает будущую творческую личность, то у нее самой появляются тоже творческие порывы. Вот я именно вынашивала моего второго сына Андрюшу, который теперь художник. И тогда я исписала первую тетрадку. С этой первой тетрадки я пришла в ДПО, так называлась писательская организация, и руководил ей Валерий Гордеев. Он меня сразу... Там были Корженевский, Дима Лескин, такие корифеи уже, которые много написали и прозы, и стихов. И Гордеев очень одобрил меня, поднял настроение. И были первые публикации. Правда, я публиковалась, работала уже корреспондентом в газете «Автостроитель». Я работала на «Доазе». И тогда я понемногу уже печаталась. А вот тут первую публикацию такую солидную я получила. И Благов первую мою тетрадку стихов читал. Он как бы и рецензент мой первый был, и критик. Половину примерно стихов он перечеркнул и сказал, что тут черт знает чего нашаворено. Это его слово любимое было. Но другую часть он похвалил и сказал, что вот так надо писать. То есть дорогу в путь как раз Благов мне дал. А в свое время Лев Бурдин, когда уже была у меня рукопись стихов для детей, Лев Бурдин меня пригласил на семинар детской литературы к Михалкову Сергею. Это в Москву. И тогда я показала впервые солидному писателю, такому как, не только вот как Благов, а Михалков Сергей. И он одобрил мою рукопись для детей и сказал, что вам стоит заниматься литературой. Вот так началось мое активное вхождение в литературу. И когда настроение было, я писала. Потом у меня вышло у меня несколько книг. Первая книжка «Радужная кошка». Вот то, что это рукопись, которую одобрил Сергей Михалков. Потом я за 30 лет занимаюсь литературой издала «Более радость моя» – книгу стихов. Эту книгу я люблю и горжусь ей. Это был труд, конечно. Но она у меня… Правда, книги эти разошлись почти все. У меня остается по одной книжке. Где-то школы, библиотеки. И люди читают. И для меня это большое счастье. Но самое большое счастье для пишущего человека – это когда идет стих писать. И вот эта большая радость, она такая жизнеутверждающая. Вот таким образом занимаюсь я. И по сей день с литературой. Хотелось бы почитать мне стихи для вас, дорогие друзья. Сегодня мы движемся к великому празднику – День Победы. Это великий праздник не только для нашей страны, но я полагаю, что и для всей планеты Земля. Потому что наша страна остановила рост фашизма на планете. И победы свои наши отцы отвоевали свободу от фашизма. Вот хотелось бы мне прочесть о войне. Была война, но жизнь продолжалась. Отец приехал раненый домой, потом опять на фронт, а я осталась. Продолжит все, за что уходят в бой. Мое рождение не было желанным. Шестой ребенок должен голодать. Но в те годы с судьбой окаянной не спорили, зато умели ждать. Конца войны, шагая через беды, ждал весь народ, ждала и мать моя. Сквозь ожидания верили в победу. И каждый дом, и каждая семья. Рассказывала мама, как трудились Средь голода и холода крепясь, Детей для жизни будущей растили. В надежде все же кончится напасть. Я этого не помню, Ведь родиться мне довелось уже в конце войны. Лишь помню взрослых, радостные лица В разгаре каждой прожитой весны. Да от рассказов ужас перед небом, Когда на нем увижу самолет. И очереди длинные за хлебом, Хоть шел уже не первый мирный год. Я помню, как отец, читая книгу, Украдкой слезы смахивал с лица, Испуганной тем коротким мигом, Стремляясь понять в волнении отца, Я говорила, мама, папка плачет. Так странно, так тревожно было мне. Пусть плачет, дочка. Знать нельзя иначе. Опять читает книгу о войне. Нашей семье повезло. Отец вернулся домой раненый, Но живой. И редко кто вернулся с войны В наш поселок Никулино, На Енисеи, где мы жили тогда. Родители мои из ссыльных крестьян. Они жили в Забайкалье. Их тогда назвали кулаками. Взяли в одночасье, Схватили, что могли. Мама брала иконы с собой. Она очень верующий человек была. И их увезли на Енисеи. Благо был июль. Это было тепло. С ними была грудная Ксения и двухлетний Федор. Мой брат и сестра. Их выкинули на Енисеи. Они рыли землянки, чтобы укрыть детей от дождя. И так выживали. Отец работал на Лесоповале. И когда? И это несколько деревень было, Ссыльных крестьян из Забайкали. Никулино, Кривляк, Ярцево, Тонково. И когда началась война, Этим крестьянам впервые за много лет Вручили в руки их паспорта. И отправили на передовую. Наши мужчины обеспечили победу. И я горжусь моим отцом. О, прости меня, отец, Что так мало с тобой говорила. В нитях наших сердец Есть одна неизбывная сила. С нею ты уходил На великую правую битву. С ней страну защитил Без сомнений, без страха, Открыто и вернулся домой. А другие, увы, не вернулись. Ты не спорил с судьбой. Но спасаясь от бешеной пули В бесконечном аду, Там, над берегом Волоколамским, Словно в полубреду, Осеняясь крестом православным, Ты шептал, пощади. Как одной ей растить, ребятишек, Для нее защити. И, похоже, Всевышний услышал В руку раненый вдруг Ты воронку тогда провалился, Тем и выжил. А враг отступил, От Москвы удалился. Ты покончил с войной, Так казалось всем людям на свете, Но не кончился бой. Продолжается. Кто же ответит, Воинам будет конец. Одолели неправые силы. О, прости мне, отец, Что так мало с тобой говорила. Победа. Вот эти слова сказала мне Тамара Германовна Штукерт, Которая прожила несколько лет, Вернувшись в Германию, Когда им разрешили. И теперь снова возвращается в Россию, Потому что любит ее очень. И намерена остаток жизни провести в России. Вот такие ее слова были о победе. Бывает и нынче ликует победа, Ликует планета, Но равного нет ликованию людей, Когда долгожданное слово победа Над нами витало в тот радостный день. Знакомые и незнакомые люди В объятия бросались друг к другу тогда, И всем нам казалось, Что больше не будет войны. Никогда, никогда, никогда. Я все эти годы переписывалась Со Штукертами, И она вернется к дочери в Питер, И мы снова будем встречаться. Это человек, который любит Россию, И любит все, что. Даже ссылки вспоминать уже без печали, А с грустью. Зелье. Немножко семейной темы. Вышел. Хлопнула дверь на весь дом. Мы не поняли нынче друг друга. Вродит по сердцу серая вьюга, Тихо падает снег за окном. Мне бы гордо тряхнув головой, Не смотреть на пустую дорогу, Только радио. Сеет тревогу непокой на земле. Не покой. И становится страшно за нас. К черту эту борьбу с самолюбией, То, чего опасаются люди, Может быть каждый день, каждый час. Ты ответь мне на странный вопрос, Чем питается ненависть века? Ведь песчинка является вехой, Там, где был первозданный хаос. А узла столько разных утех, Может, с каждой размолвкой нашей, Где-то там наполняется чаша За стрессом стресс. Но это, коли я привычная В российской череде времен, Да и судьба моя обычная, То смех, то стон, То в храм иду молиться я, Порыви пламеном за всех, То на экран смотрю на лица я, Повальный грех. По-русски стресс снимать не хочется, Наедине в кругу друзей, И странно гложет одиночество Среди людей. Но вот когда за рукоделье Сажусь я в кресло у окна, Спасая мысли от безделья, О, тишина! Когда работа и руки заняты, Слова откуда-то извне, Над всеми стрессами, Над памятью летят ко мне. И только в этот миг торжественный На свет выходит не спеша Из темноты упрямо шествуя Моя душа. Пишу сонеты и в будущей книжке, Которую обещает выпустить область. У меня есть эссе О том периоде, когда мы жили В 80-е и 90-е годы. Это эссе довольно объемная Паразаическая рукопись. И называется она Исповедь маленькой женщины Большой страны. И в эту же книгу Войдут все мои сонеты, Которые я продолжаю писать. О счастье. Да? Мечта о счастье. Кто, скажи, из нас В плену твоих сетей Не побывал? Тобой одержимый Всякий раз Само же счастье Так и не видал. Назначено и мне За ним идти, За синим горизонтом Пчаться вечно, Рукой к нему тянуться Бесконечно, Грядущее пытаться обрести. А если кто-то, Выбившись из сил, Заветную мечту Осуществил Довольный Успокоился навек, Едва ли он Счастливый человек. Пожалуй, ближе К счастью только тот, Кто вслед за ним Бежать не устает. Зеленые камни Обожаю зеленые камни. В них такая Сквозит глубина. Собирала их Вроде недавно, Набегала на берег Волна. Зеленели березы И сосны Любовался на них Енисей. Далеко еще было До взрослой Непрекаянной Жизни Моей. С Енисеем Судьба мне Расстаться, Черемшан Принят сердцем Моим, Но зеленые камни Хранятся, Взгляд всегда Обращается к ним. Я от Волги До Енисея Добираюсь охотно, Легко, По дороге Любуюсь России, Не могу быть От них Далеко. Навсегда Эта нежность Дана мне, Навсегда Мне Россия Дана. Обожаю Зеленые камни, В них Такая Сквозит Глубина. Дочке 14 лет Такие пожелания О любви. Я знаю, Как тропа Очень Очень Будет Больно Гармония Гармония Заполнит Ваши дни. Но помни, Дочка, Я не обещала, Что так легко Достанутся Они. Хотелось бы мне Сказать слова, Которые я написала В ответ На, Возвращаясь К теме победы, К теме нашей Армии. Хотелось бы Сказать Терезе Мэй, Которая Лукавые Лукавую речь Произнесла По телевидению Сказав, Что Это Английская Деятельница Политический Деятель Известный В мире Что Россия Угрожает Европе И в том числе Англии. Как Хотелось бы Мне Сказать, Что Россию Все Полюбили Разногласия Вдруг Забыли Как Хотелось бы Мне Сказать, Как Хотелось бы Мне Понять, Что Не зря Отцы Наши Гибли И Не зря Из сражений Вышли Как Хотелось Бы Мне Понять, Как Хотелось Бы Мне Простить Тех Неплохо Кому Живется, Вместе С нами К Надежде Рвется, Как Хотелось Бы Мне Простить, Но Опять У ворот Войска И Неправда Звенит Повсюду Тень Лукавства Издалека Утопает В словесном Блуде Вот Поэтому Чистый Ствол И Снаряды Всегда Готовы Наши Мальчики Смотрят Снова Строго Сдержанно За бугор Щит Готов И Стена И Взор Не на миг У нас Нет Сомнения В наших Воинах Есть Спасение А готовность Нам Не В укор Картина Натянут Холст Придумана Палитра Волнение Полнит Разум По ночам Еще Немного И окно Открыто Туда Где свет Где тайна Всех Начал Покоя Нет Но Сладост На решение Нарушит Безмятежность Полотна И Молится Художник Вдохновенью И Вот Уже Картины Глубь Ясна Восходит Дух Огонь В Творце Пылает И Сердце Неустанно Гонит Мысль В руке И В кисть Огонь Передавая И Рвется Он На холст И Рвется Ввысь Душа Живет По Божьему Закону Ведь каждый холст Мечтает Быть Иконой Это Сихотворение Посвящено Нашему Художнику Вяльцеву У нас Вообще Город Замечательный Димитровград Так Много Вот Сравнительно Небольшой Город Но И Творческих Коллективов Много И Поэтов Писателей Мне кажется Что неар Не просто Так Нас Согревает Теплом В батареях Но И Действует На Творческую Жилку В людях Такое У меня Впечатление Я хочу Рассказать Вам О городе Нашем Он Сегодня Стал Лучше Светлее И Краше Он Наполнился Множеством Новых Идей Это Город Толковых Красивых Людей Как Река Черемшан Устремляется К Волге Так Народы России Народы Поволжья Здесь Когда-то Построили Град Меликес Это Было В истории Нашей И Есть Не Исчезли Из памяти Прошлого Драмы Но Смотрите Опять Возрождаются Храмы Их Молитвы И звоны Летят К небесам Это Радость Подарена Детям И нам Наши дни Тоже Станут Когда-то Историей И останется Все Что руками Построено Я хотела Сказать вам О Димитровграде Не для слов Но любви И достоинства Ради Лесной У Волги Здесь Скрипучи Вздыхают Мачты Гулка Шепчутся Корпуса Шалый Ветер Смеясь И плача Здесь Тоскует По парусам Стонут Жалобно Вал Ванты Струны На краю Голубой Земли Рвутся К дальним Морским Лагунам Легкокрылые Корабли Скоро Ветер Весенний Свежий Вспенет Белые Паруса Волга Вынесет Нас Настрежень Отразиться В твоих Глазах И откроет Свои Объятия Нам Лазоревая Страна Станет Близкою И понятны Разгулявшаяся Волна Когда ты сказку Зимнюю творил Притихший Несказанно Белоснежный Мне царство Белых красок Подарил То в Инне То в Южной Мятежной Когда пошел Ручья Металл И снег Возрадовались Почки На деревьях Земные соки Начали Свой бег Все улицы Наполнились Весельем И вот уж Лето Жарко Идет Мой город Ароматом Наполняя Хор птиц В зеленом царстве Так поет Что радуется Каждый Им Внимая Любую Степленительно Красив И в золоте Кленовом И в багрянце Глаза И сердце Снова Удивив Закружатся Листва Нарядно Танцы Это тоже Городу Димитровграду Ну вот как Начала я Своё Выступление О победе О войне И вот У нас было Шесть детей Старшая сестра Ксения Была Юной девушкой Когда началась Война И она Помнит Это Помнила Это время Когда отец Уходил На войну Тихонько Старшие Играли У тёплой Печки На полу А младшие Усев к столу Роман Потрёпанный Читали Я помню С мамой Что-то шили И говорили Без конца Но что нет Писем от отца Молчанием Как-то Обходили Я поднялась Расправить Плечи Случайно Глянула В окно И вижу Вижу лишь одно Какой чудесный Этот вечер Издалека Неторопливо Идёт По улице Солдат Мальчишки Вслед ему Глядят Я замерла Нетерпеливо С мольбою Молча Ожидала Нет Никуда Он не свернул А в нашу Сторону Шагнул И к дому Шёл Солдат Усталый Ещё Самой себе Не верю Волнуюсь Что ж он Не идёт Минута Тянется Как год Но не слышны Шаги За дверью Тогда Не вымолвив Ни слова Я на крылечко Выхожу И дальше За угол Гляжу А сердце Выскочить Готово Глазам Пилотку Прижимая Стоял Не в силах В дом Войти Отец С медалью На груди Была тогда Средина Мая Мне не забыть Минуты Этой Как факел В память Она Вот так Закончилась Война Вот так В наш дом Пришла Победа Мы благодарим Александру Георгиевну Белову За участие В нашей Передаче Александра Белова Пишет стихи О родине О любви О семье О том Чем живёт Душа И как Сама Она говорит В одном из своих Стихотворений Душа живёт По Божьему Закону В её стихах Есть такие Строчки Люблю шагать Под солнцем И вне Настей Навстречу Людям Видеть В их глазах Такое Бескорыстное Участие В моей Судьбе Надежде И Стихах Мы желаем Александре Беловой Такого Бескорыстного Участия От многих Людей А ещё Внимательных И благодарных Читателей Дорогие друзья Наша программа Завершается Всего доброго До новых встреч Субтитры